Оренбургская область по пораженности населения ВИЧ-инфекции входит в первую десятку регионов по стране. Мы на пятом месте. Эта болезнь давно вышла за рамки групп риска. Сегодня заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый из нас. В последние годы все чаще вирус иммунодефицита поражает вполне благополучных людей, у которых есть семья, дети, друзья, хорошая работа. Как правило, им от 30 до 50 лет. Здравствуйте, с вами Наталья Мороз. В эфире программа «Правила игры в современном мире». ВИЧ-инфекция ВИЧ-инфекция Я так понимаю, заболевание. Мне эту дичь, конечно, несколько раз рассказывали, но я так до конца не собирался понимать, что это такое даже. Что, болезнь такая? Передающий с половиной путем. Это заболевание венерическое, которое в большинстве молодежи болеет, потому что они предохраняются. Плохая болезнь, конечно. Больше ничего. Бог миловал, ладно. Вирусы, но дефицит человека. Я думаю, что это что-то страшное. Какая страшная болезнь, не знаю. Болезнь крови, не знаю. Лучше им не болеть. Ну, смотря какой, гриппозный или что, какой. От 35 до 40 миллионов человеческих жизней во всем мире. Именно столько, по данным Всемирной организации здравоохранения, унес ВИЧ со времени своего появления. Первый случай заражения вирусом в Оренбургской области зарегистрирован в 1996 году. С тех пор он стал довольно быстро распространяться на все районы и города нашего региона. Наиболее пораженными территориями являются Орск, Гайский городской округ, Новотроицк, Оренбург. Масштаб распространения ВИЧ видят и рядовые жители областного центра. Через половой контакт, через шприц, ну, в принципе, это основные. То есть в бытовом нет, такой возможности нет заразиться. Через, так сказать, ну, незащищенный половой контакт, потом, может, больницы заразить через, там, не знаю, кровью зараженного, там, уколы нестерильные, в общем, всякое такое. ВИЧ можно заразиться половым путем, можно воздушно-капельным путем. Ну, так же, не помню. Контактировать со всеми подряд. Ну, то есть, пошел в клуб, и там, естественно, кто знает, чем у человека заболевание и все остальное. Половым путем только, а больше как заразиться можно. Если, ну, кровь у этого больного, если попадет, тоже можно заразиться. Ну, это опасная болезнь, очень коварная. Ну, передается половым путем. Ну, это, можно сказать, бич для всей страны, ну, и для всего мира. Ну, разным путем. Не половыми, не наркотиками. Из тех людей, кого мы опросили на улицах города, большинство простых оренбургцев знают о ВИЧ. К моему большому удивлению, знают и основные пути передачи смертельной болезни. Незащищенный секс с новым партнером, наркотики. К сожалению, эти знания не влияют на цифры статистики. ВИЧ-инфекция по-прежнему продолжает распространяться. ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, достаточно простой по структуре, но коварный по своему действию. Попадая в организм человека, он поражает клетки иммунной системы – Т-лимфоциты. Они защищают человека от инфекций, но вирус разрушает их, тем самым делая организм беззащитным. Не способны противостоять не только внешним инфекциям, но и бактериям, грибкам, которые в норме существуют в каждом из нас и не вызывают заболевания. ВИЧ-инфекция – хроническая болезнь, которая протекает долгое время незаметно, скрытно, до 7-10 лет. При этом человек может и чувствовать себя, и выглядеть хорошо. Но в то же время он уже источник заболевания. Сколько еще людей за это время могут подвергнуться опасности – неизвестно. Как правило, люди с ВИЧ-положительным статусом вскрывают свое лицо. Молодой человек от съемок не отказывается, но и называть свое настоящее имя стесняется. Говорит, не все из близких и знакомых готовы узнать о его диагнозе. Его путь заражения – наркотики. Признается, о риске подцепить через иглу ВИЧ-инфекцию он знал. Это было на севере, когда героиня укололась. Я, в принципе, это предвидел сам. 39 лет. Жена, ребенок, хорошая работа, с которой впоследствии пришлось уйти. Мужчина с положительным ВИЧ-статусом живет 14 лет. Говорит, сейчас болезнь протекает особенно тяжело. За ошибку молодости теперь приходится расплачиваться. Какой шанс заразиться ВИЧ от иглы мужчина теперь убедился на себе? Ответ простой. В его случае – 100%. Вирус, попадая в кровь, остается там пожизненно, каким бы сильным не был иммунитет. В области более 2% населения столкнулись с этим заболеванием. Преобладают мужчины. Большая часть из них стали ВИЧ-инфицированными после наркотиков. С 2003 года специалисты прослеживают тенденцию распространения ВИЧ-инфекции среди женщин. Они заражаются преимущественно при незащищенных половых контактах. Музыка, вечернее платье, хорошее настроение и, конечно же, алкоголь. Предновогодний корпоратив редко бывает скучным. Веселые разговоры с коллегой незаметно перетекают в интимное русло. Как все случилось, после с трудом не могли вспомнить оба. Время прошло. О мимолетной связи никто не вспоминал. Но после выпитого алкоголя все чаще девушку тянуло на приключения с незнакомцами. Позже она выходит замуж, потом беременность. О своем положительном статусе узнает в женской консультации. От кого могла заразиться, теперь не может вспомнить даже она сама. Слишком много было случайных связей. А вот как теперь признаться мужу, не знает. Существует только три пути передачи ВИЧ-инфекции. На первом месте – незащищенный половой контакт. В Оренбургской области на это приходится более 76% новых случаев заражения. Второй путь передачи – через инфицированную кровь. Чаще всего это происходит при употреблении наркотиков. Сюда также входит использование нестерильных инструментов при косметических процедурах в тату-салонах, пирсинге, маникюре. Но соприкоснуться с чужой кровью можно и при оказании первой помощи. И даже во время банальной драки, большинство которых, как правило, происходит в нетрезвом состоянии. Ведь о статусе противника под градусом мало кто задумывается. И третий путь передачи вируса – это от инфицированной матери к ребенку. Тенденция последних лет настораживает специалистов. Все больше среди людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, взрослое трудоспособное население в возрасте от 30 до 50 лет и старше. Самому возрастному пациенту с ВИЧ, зарегистрированному в Оренбургской области, 83 года. Не снижается и показатель распространенности ВИЧ среди беременных женщин. ВИЧ не выбирает людей по полу, возрасту, расе, профессии или социальному статусу. Если раньше ВИЧ-инфекцию считали болезнью людей так называемых групп риска, наркоманов, девушек легкого поведения, гомосексуалистов, то сегодня ситуация прямо противоположная. Портрет ВИЧ-инфицированного человека изменился. Это может быть среднестатистический гражданин, у которого есть семья, друзья, работа. Но все это для вируса не важно. Никто не застрахован от болезни, если подвергать себя риску заражения. Беспорядочная половая жизнь, алкоголь, наркотики ускорят этот процесс. С ВИЧ-положительным статусом человек может полноценно работать и жить обычной жизнью. Мнение о том, что вирус передается воздушно-капельным путем, ошибочно. Он может жить только внутри организма. Вне него вирус быстро погибает. Невозможно заразиться ВИЧ при простом общении, на работе, при рукопожатии и даже поцелуях. Опасный и коварный вирус не пощадит никого, кто подвергает себя риску. И напротив, легко быть здоровым, если знать, как избежать его. Снизить риск заражения – это под силу каждому из нас. Важно вовремя осознать и, возможно, что-то изменить в своем образе жизни, пока ВИЧ не коснулся вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова